Здравствуйте! Это программа «Рынки. Позиция» в студии Елена Хрупова. Итак, битва фундаментальных и технических аналитиков плавно перетекает в новую неделю. Новая команда. И для начала мы подводим итог предыдущей недели и смотрим, кто же фундаменталисты или техники вырываются вперед. Итак, я напомню, на минувшей неделе у нас в пятницу команда технического анализа, которую представлял Роман Шевченко, рекомендовала короткую позицию валютной паре австралийский доллар-японская иена. От уровня 79.35, take profit 78.35, 100% выше 79.7. Мы видели касание в том числе и 79.90, поэтому выход случился по 100% с убытком практически в полпроцента. В то же время команда фундаментального анализа вновь нам рекомендовала покупку американских бумаг Pika Holdings, покупка от 12 стоп-лосс 11 цель 13 долларов. По закрытию торговой сессии, поскольку до целевого ориентира немножко не дошла эта бумага, более 3,5% доходности было бы показано. Таким образом, дополнительный балл за пятницу уходит в команду фундаментального анализа. Давайте посмотрим, как недельный счет складывается. Недельный портфель, но мы все помним, что в четверг рекордная доходность была показана нашей фундаментальной командой 27,27% интродэй. Соответственно, недельный портфель так или иначе идет тоже в пользу фундаментальной команды. И давайте посмотрим зрительское голосование, которое тоже является одной из составных частей. Кто из экспертов выглядел убедительнее? Более 52,5% за фундаментального эксперта Анастасию Погореловскую. Соответственно, фундаментальной команде еще и ваш зрительский балл отходит. Таким образом, складывается у нас счет за минувшую неделю в пользу команды технического анализа 5-1. А счет общий с начала текущего года явно сейчас с большим отрывом в пользу фундаментальной команды 120,97%. Итак, новая команда у нас приступает на текущей неделе. Технических представителей у нас поддерживает Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ-менеджмент. Фундаментальную команду представляет Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. Добрый день, господа. Спасибо, что принимаете участие. Добрый. Здравствуйте. Для начала давайте пройдемся по самым важным и значимым новостям, которые, возможно, помогут нам заработать. Итак, буквально в эти выходные Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил о том, что крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» может приобрести собственные акции, предназначенные для приватизации в текущем году при отсутствии достаточного числа заинтересованных инвесторов. Это дают сегодня, в том числе, российские СМИ. Более того, Владимир Путин, опять же, со ссылкой на СМИ, сейчас мы это цитируем, говорит о том, что возможный выкуп компаний «Роснефть» в своих акции у «Роснефтьгаза» нельзя назвать настоящей приватизацией. Это лишь промежуточный шаг, который может быть сделан на низком рынке, чтобы потом проработать привлечение стратегических инвесторов, в том числе иностранных. Это также заявил Владимир Путин. Еще новости пришли, опять же, про аферты. В частности, пишут газеты «Ведомости» о том, что миноритарии «Башнефти» рискуют остаться без аферты. Госдума будет в ноябре рассматривать законопроект, который позволит «Роснефти» не выставлять аферту миноритариям «Башнефти». И вот здесь большой вопрос, как можно заработать на тех новостях, которые сейчас вокруг этих двух компаний сформировались. Артем, давайте начнем с вас. Скажите, пожалуйста, новости довольно взаимосвязанные. Каким образом вы рекомендуете или не рекомендуете входить в рынок, чтобы иметь возможность заработать на вторичном рынке обращающихся бумаг? Вы знаете, я бы даже сказал, что сейчас рекомендовать какие-то сделки, тем более длинного характера, для российской фонды было бы вообще лишним. Поскольку растут серьезные геополитические риски, а если брать в расчет нефтянку, не самые радужные перспективы складываются для рынка энергоресурсов. Что касается «Башнефти» и «Роснефти», это, ну, в частности, «Башнефти», на мой взгляд, это один из основных аутсайдеров, которые мы сейчас наблюдаем на российском фондовом рынке. В частности, обыкновенные акции в пятницу «Башнефти» просили больше, чем на 6%. Но они росли на корпоративных новостях до этого. Может быть, это логическая коррекция и такая точка входа? Я не думаю, что это логическая коррекция. Я думаю, что это как раз первые опасения, которые появились возможностью внесения поправок законодательного характера в закон... Чем будут чреваты, извините, что перебиваю, эти поправки для бумаг, в том числе, которые мы сегодня обсуждаем? Вот что-то подсказывает мне, что подобные изменения просто так, в принципе, никогда не делаются. И, конечно же, наверняка главная цель таких изменений в законе – это помочь «Роснефти» избежать необходимости выкупа, точнее, выставления очень дорогой оферты для миноритариев «Башнефти». Если говорить про те последствия, которые могут возникнуть для этих активов, ну, исключительно негативные. Потому что это неопределенность, которая будет заставлять трейдеров вообще избавляться от этих активов. «Башнефть»... Так может, шортить тогда надо вовремя? Вот да. Как раз хотел резюмировать. Если рассматривать эти бумаги, то исключительно только на среднесрочную продажу. Но не как на покупке. Игорь, вы согласны? Вы знаете, к сожалению, да. И я больше здесь ориентируюсь на поведение других денег. Сегодня есть еще одна новость о том, что ВТБ вложил большие объемы средств в один из крупнейших НПЗ нефтеперерабатывающих заводов в Индии. То есть то, что один из ведущих инвесторов России, ВТБ, вложил не в одно из предприятий «Башнефти» или «Роснефти» в связи с событиями вокруг этих компаний, а все-таки предпочел индийский НПЗ, тоже не является каким-то таким хорошим знаком для «Роснефти». Ну что ж, единогласно сегодня две команды, хоть они находятся и по разные стороны баррикад, если можно так сказать, фундаментальные и технические представители. Ну а сейчас предлагаю перейти уже к сегодняшним рекомендациям. Начнет команда фундаментального анализа. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Моя рекомендация на сегодня – это предложить сделку, которая предполагает продажу. Британская валюта против американского доллара. И на самом деле есть несколько причин, которыми можно объяснить целесообразность такой сделки. Во-первых, это рост политико-экономической неопределенности, мы знаем все. Вот уже две недели пара находится под серьезным прессом. А сразу же произошло это после того, как Тереза Мэй, которая сейчас занимает пост премьер-министра Англии, сообщила о том, что 50-я статья Лиссабонского договора будет инициирована до марта 2017 года. Но очень важная рематка заключалась в том, что она сделала ставку на контроль миграции, а не на сохранение доступа к единому европейскому рынку. Это тут же вызвало массу критики со стороны Франции, Германии. И я думаю, что, может быть, как раз именно она стала причиной той просадки, которую мы наблюдали по фунту. Плюс ко всему, в последние две недели очень остро встает вопрос о росте инфляции, которая может сказаться на потребительской активности и тем самым замедлить темпы экономического восстановления. Это еще одна причина давления. И третий момент – это пятничные комментарии со стороны Карни, которую возглавляет Банк Англии, о том, что из-за роста экономической неопределенности есть возможность до конца этого года нам, как трейдерам, дождаться еще одного стимула, который будет предполагать сокращение процентной ставки. Я думаю, что речь пойдет о 0,15, то есть 15 базисных фунтах. И, соответственно, ставку могут срезать до 0,1. Это серьезный негативный момент, потому что любая экономическая мера смягчения, она предполагает ослабление курса национального валютного актива. Поэтому, возвращаясь к сделке, мы сейчас можем заметить то, что фунт против доллара торгуется примерно на отметке 1,2180. Я советую войти сегодня в продажную сделку, но не в моменте с текущей цены, а посредством отложенного ордера с уровня 1,2150. Тейк-профит 1,20, а стоп-лосс можно поставить на отметке 1,23. Спасибо большое. Это была рекомендация нашей фундаментальной команды. Теперь переходим к технической. Игорь, пожалуйста, две минуты ваши. Спасибо, Елена. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я посмотрел основные графики ведущих валют с тем, чтобы определить свое отношение на неделю, что куда пойдет. И я обнаружил, что в основных валютных парах такое впечатление, что доллар готовится к какому-то прыжку в части укрепления. Причем это также происходит, что меня несколько удивило, и на валютах сырьевых, которые сейчас чувствуют себя совсем неплохо. Например, российский рубль, канадский доллар, австралийский доллар. И для меня стало очевидно, что моя стратегия на этой неделе будет построена на покупке доллара США. И по сути, надо только для меня было определиться, в какие дни, какой финансовый инструмент продавать относительно доллара. И в этой части мне понравилась еще одна торговая идея сегодняшнего дня. Это ситуация с российским рублем. Дело в том, что вчера было 16 октября. Это знаковое число. По очень простой причине, 16 октября – это точка невозвращения рубля в рамках ежегодного ослабления в течение четвертого квартала. Разумеется, то, что так было 20 лет, не дает нам гарантии, что и в 21 раз ровно так же случится, и прямо вечером мы заработаем кучу денег. Но такая частотность повторения паттерна, она дала мне все основания сегодня прислать утром свою ставку. Это покупка пары доллар-рубль на валютном рынке московской биржи. При этом стоп-лосс и тейк-профит я решил не выставлять. Давайте посмотрим, что нам капнет в руки в 19.00 и с чем мы сегодня победим. Очень оптимистично. Вот такая уверенная рекомендация нашей технической команды. Игорь, спасибо. Но вот если порассуждать, что же может отменить эту точку невозврата, которая была характерна для последних 20 лет? Вы знаете, отменяльщик хорошо известен. Это Банк России. Конечно, он может вмешаться. Но если не вмешивался 20 лет, то тоже предположить, что сегодня прямо вмешается. Ну, не берусь, скажем так. Поэтому все-таки больше склоняюсь к доллару. Здесь могут еще вмешаться другие фундаментальные факторы. Но я не хочу отбивать хлеб у моего коллеги. А мы сейчас коллегу спросим. Давайте тогда кратко, может быть, ваши рекомендации до конца текущего года. На каких уровнях мы можем закрыть текущий год по валютной паре доллар-рубль? Вы знаете, я думаю, что повторятся события четвертого квартала последних лет. До января рубль будет ослаблять, доллар укрепляться. Я боюсь, что в районе 80 в начале января мы опять где-нибудь увидим. И, собственно, есть целая группа трейдеров, целая категория, которые торгуют валютную пару доллар-рубль два раза в году. После 16 октября покупают доллар-рубль, 16 января продают. И вот имеют то, что они получат. Иногда это 5%, иногда 10%, иногда больше. Согласны ли вы, Артем, с прогнозами о 80 рублях? Может быть, у вас какая-то другая точка зрения? В 80, на мой взгляд, конечно же, крутовато. Но все может быть, потому что рынок у нас... Это какая же нефть должна быть, если в 80? Да, да, да. Все может быть сейчас, потому что мы видим ситуацию на финансовых рынках не совсем тривиальная. Очень бешеную динамику показывают активы, за которыми мы наблюдаем, и от которых обычно ожидали весьма консервативной торговли. Что касается моих взглядов, то я согласен. То, что рубль будет оставаться под давлением. Но цель все-таки более приземленная. Это как минимум возвращение выше 65. Ну, хотелось бы увидеть 67. И здесь я очень большую ставку делаю на ослабление нефти. Да, я прекрасно понимаю то, что корреляция в последнее время между этими активами несколько нарушена. Но все-таки мы видим то, что рубль как ни крути, но вынужден идти на поводу у нефти, которая, на мой взгляд, еще неплохо просядет. А несмотря на то, что сейчас ведутся договоренности о заморозке и прочее, прочее? Несмотря даже на то, что сейчас есть возможность увидеть фактические действия по ограничению добычи. Но мы знаем то, что цепляться за такое понятие, как квоты, в принципе, не нужно. Потому что, если кто-то забыл, я напомню, что на текущий момент в рамках ОПЕК уже действует квота. Она предполагает максимальный объем добычи 30 миллионов баррелей в сутки. Но фактические цифры, вот статистика недельной давности, 30-30. Игорь, кратко. Да, я, собственно, хотел дополнить, что я наблюдаю вот эти разговоры о заморозке с 1985 года, причем профессионально, подробно. И если этого ни разу никогда не случилось, ну с чего сейчас оно вдруг случится? То есть вы тоже скептик. Хорошо, это ваше мнение. Итак, уважаемые зрители, можете направлять вопросы на адрес электронной почты battle.rbctv.ru, обязательно обсудим их в эфире. И в конце недели, конечно же, голосуйте за то, кто из наших экспертов выглядел убедительнее. Команду технического анализа представляет Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ-менеджмент. Команду фундаментального анализа поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. С вами была программа «Рынки позиций». Елена Крупова, не переключайтесь, все вам доброго.